Привет, дорогой Рашид, сердечно. Ну, ты, как всегда, в спортзале, а я, как всегда, в свитере. Но не как всегда, я иногда бываю в рубашке, в галстуке и так далее. А ты всё время в спортзале будешь теперь 8-10 километров бегать или что? Ну, сегодня только 8 с половиной, потому что у меня свидание с одним доктором, понимаешь? Поэтому я решил сегодня сочкануть и сократил программу. А с каким доктором ты, кроме меня, ещё там встречаешься, а? Ну, у меня вот один есть Хасай, потом Хасай ибн Мухаммед, ибн Ибрагим. В общем, три получается. И потом три пророка. Вот у меня такой вот получается наклад сразу. Ну, люди-то не понимают, что Хасай, Хасай Алиев и Хасай Алиибн... Хасай ибн Мухаммед, ибн Ибрагим, это всё наш достопоченный пророк Хасай. О, Господи. Слушай, у меня к тебе вопрос. Почему ты хочешь обязательно нулевое состояние рекомендовать мне, называть точкой Хасая? Точкой Хасая. Почему? Давай я объясню, почему мне ноль не нравится. Да. Во-первых, что такое ноль? Это ничего. Понимаешь? Это ничего. Ноль – это ничего. А такого быть не может. Ты даже, когда из стресса выводишь, ты не можешь человека вывезти совсем. У него ещё в голове что-то остаётся. Пускай плохое ушло, но хорошее остаётся в голове. Поэтому нуля нет. Не может быть нуля. Понимаешь? Даже у нирвана это не ноль. Это просто отрешение обыденности. И воспарение над обыденностью – это не ноль. Да, потому что это прав ты, прав. Эмоциональная отрешённость, эмоциональное дистанцирование. Когда ты одновременно можешь быть участником свидетеля, участником и свидетелем. Вот одновременно дистанцированность такая. Ну, естественно, там и протыкают мысли какие-то, но они ничего внутри не трогают. То есть там мысли не сопровождаются эмоциями. Вот что такое нулевое состояние, когда мысли не сопровождаются эмоциями. Потому что какая-то эмоция сразу с точки зрения. Она всю картину целостную разделяет по частям. И человек забывает, что стоит за этой рамой и видит только деталь. Я могу не согласиться? Давай, давай. Значит, смотри. Вот ты говоришь, нет эмоций. Но даже когда у тебя прошёл стресс, это же эмоция. Ну да, но ты вышёл на нулевое состояние. Так вот, стресс прошёл, это же эмоция. Ты говоришь, нет эмоций. Это уже эмоция, понимаешь? Вот, эмоция – это точка зрения. А когда ты вышел на нулевое состояние, у тебя мысли не сопровождаются эмоциями. И поэтому ты видишь картину целостности. То есть ты отошёл как бы на расстояние от события. Ну вот опять, видишь, кто на какое расстояние отошёл и кто с какого угла посмотрел. Ты понимаешь, что точка не может быть. Точка может быть у одного. Вот точка зрения, моя точка зрения, у тебя своя точка зрения, понимаешь? Мы не сходимся в этом отношении. Поэтому то, что ты нашёл, это не есть вот точка, которая как в геометрии, да? Значит, вот вертикальная ось, вот горизонтальная ось, да? То есть наоборот я показал горизонт вертикальный, да? И вот это вот нолик, который ты любишь, да? Но не нолик он. Это точка, с которой ты можешь перейти в другое состояние. И это не нирвана, когда ты зависаешь, а ты наоборот используешь эту точку, чтобы перейти туда, куда тебе нужно. Ты как бы просто у тебя... Это правильно. Вот они идут, куда им нужно. А ты сидишь, где тебе нужно. А я сижу, где мне нужно. Вот. И у нас с точки зрения на то самое, что мы слышим. Поэтому мы все друг друга не слышим. Потому что каждый смотрит со своей точки. А вот нулевое состояние, это знаешь что, я тебе сейчас скажу. Ты в детстве летал во сне? Да, летал. Был такой, помню, был такой. Там было состояние невесомости? Ну, был какой-то такой, знаешь, лечу, чувствую, что куда-то воспарил. Но это было в детстве. Ты вот напомнил, а больше у меня такого состояния не было. Правильно. Но когда ты бежишь и входишь в ритм, почему ты бежишь свои 8 или 10 километров ежедневно? Потому что когда ты входишь в ритм, ты попадаешь в эту точку, когда у тебя уходят все другие точки зрения, и ты выходишь на состояние парения. Ты поэтому не затрачиваешь энергии и можешь бежать бесконечно. Это же называется марафонский бег. Ну, вот я вот, смотри. Вот ты меня видишь. Я 5 минут назад сошел с беговой дорожки. 8,5 километров. Вот я не знаю, меня как видно. Я сейчас сниму. Я даже, будем говорить, слегка только вспотевший. Слегка вспотевший. Все. Никакой усталости нет. Слушай. Но это не точка. Вот давай, давай по-другому. Давай зайдем опять. Мне сейчас надо немножко переместиться. Тут, так сказать, у меня подошли люди. Я сейчас... Перемещусь на другую сторону. Хорошо. Ты скажи, как ты хочешь назвать нулевое состояние? Значит, смотри. Вот я пытался анализировать, да, что ты делаешь. Мерси, Буку. Что вот ты своим... То, что ты называешь точка. Значит, смотри. Я почему не согласен с точкой? Точка – это определенное место. Вот точка на оси координат. Вот она точка. Вот это нулик. Он есть. У нас у каждого свое состояние будет. И каждый знает на каком... Это место пересечения всех координат, пространства, времени. Правильно. А у тебя нет пересечения. У тебя как бы она все время идет... Ну, ты меряешь по вертикали, а... Здесь идет шторм, это эмоциональный взрыв. Это бесконечность, бесовременность, здесь без ограничений, это вечность. Это вечность. Поэтому нулевое состояние – это, знаешь, как вот, говоря вот обычными словами, когда ты глубочайше задумался, когда тебе все пофигу. Это такое состояние, когда ты вот на все смотришь как бы со стороны. И ты лучше понимаешь, чего ты хочешь и как этого достичь. Ну вот видишь, правильно, но это не точка. Ну нет, это не ноль. Если у тебя голова наоборот. Ты освободился от одного, и ты идешь куда-то в другое. Эмоции все равно присутствуют. Ты не ноль полный. Ноль – это я понимаю. Это зависит от того, если ты это в беге получил, ты можешь бежать бесконечно. Если ты размышляй над чем-то, ты получаешь бесконечное время. Это другая система координат. Ты получаешь бесконечное время, потому что, чтобы подумать как следует, нужно иметь время свободное, чтобы с разных точек зрения обрабатывать эту информацию. Чтобы ты мог найти правильный ответ. Это бесконечность, то, что мы обычно пишем двумя нулями. Вот смотри, видишь, ты уже с точки съехал. Ты уже начинаешь идти в бесконечность. Вот это ближе, по-моему. Почему? Точка – это вот определенное место. Ты понимаешь, точка? Ее как бы она зафиксирована. И от нее уже начинается отсчет. А с твоим… Так это в математике точка, в математике точка. Да, но она везде точка. Даже точка… Вот это вот бесконечность нарисована в виде вот такой вот… Прямбы, да, это такая идет восьмерка. Но это бесконечность. Символ бесконечный. Ну, когда ты совершаешь вот это действие на высокой частоте. А другой ходит по комнате туда-сюда, думая о чем-то, снимая напряжение, выходя из этой точки бифуркации, точки неизвестности, точки напряжения, когда на шкале 10. Слушай, это мы сейчас запутаем всех. Вот смотри, Хасай, сколько ты привел этих самых названий для того, чтобы описать это состояние. Поэтому я говорю, если ты хочешь точку, тебе нравится точка, да? Вообще, ты нашел состояние, где можно переключиться. Понимаешь, ты не точку нашла. Я ее называю точкой Хасая, потому что ты любишь слово «точка». Я поэтому назвал точкой Хасая. А так ты нашел состояние, с которого можно перейти. Я думал, что такое состояние нуля. Я думал, когда мы выходим на безмятежность. Это состояние, когда ты никуда не спешишь. Это состояние, когда ты никому ничего не должен. Это состояние, когда у тебя нет страха. Это состояние, когда у тебя нет комплексов. Это состояние, когда у тебя нет эго никакого. То есть ты вот думаешь, и тебе рефлексы тела не мешают. Дыхание бьется нормально, сердце бьется нормально, мышцы у тебя свободны. Так зависит от того, в какой момент ты попал. Если ты в деятельности эту точку включил, попадая в ритм деятельности, одно, ты тогда бежишь бесконечно. А если ты, задумавшись, в пассивном состоянии как бы физически включил, ты никому не должен, все отрезалось, вот эти вот мешающие помехи, конкурируешь сигналы ушли, и ты можешь думать, имея это время, бесконечности, в течение даже минуты. Вот ты замечаешь, можно охватить эту точку бесконечности, времени и пространства, которые одновременно и время, и пространство, и дистанция, там нет эмоций, поэтому там нет тебя как такового, тебя вот нету персонального, а там есть соприкосновения, размышления о конкретном, в ритме вечности. То есть ты соединяешься с бесконечностью. И вносишь бесконечность в деятельности, и получаешь лучшие результаты. Вот смотри, сколько раз ты произнес слово «состояние» вместо точки, и потом ты сказал «точка бесконечности», в бесконечности не может быть точки, она и поэтому есть бесконечность, там ее негде, эту точку поставить, понимаешь? Ну это смотря в каком-то системе координатах. Поэтому для меня вот это, если ты хочешь оставаться в точке, я понимаю, что это имеется в виду, нам просто надо найти название к твоему изобретению, то, что ты нашел. Это ты нашел этот момент, ну как тебе сказать, момент Хасая, момент возрождения. Момент переключения из одной до минуты. Момент переключения. Вот что ты, по идее, ты нашел. Это не точка, в которой ты, бам, как бы провалился в яму. Нет, если в это время, это и будет нирвана, в которой ты сидишь и балдеешься. А нирвана – это состояние уже, ты как бы воспарил над обыденностью, а ты-то учишь другому думать все время, не просто руками махать, а думать. Здесь вопрос заключается в том, если ты в исходном состоянии, в котором находишься, например, ты бежишь или плывешь, или решаешь вопрос, если там нашел это состояние нуля, у тебя отсекаются все страхи, комплексы, стереотипы, поддержания авторитетом, и при этом возникает бесконечность, которая подключается к решению твоей проблемы. Если ты бежишь, ты бежишь без усталости, если думаешь над чем-то, ты мгновенно обрабатываешь миллион вариантов и находишь решение. Надо нам по этому поводу еще несколько раз поговорить, но чтобы все поняли, о чем мы говорим, надо, чтобы немедленно подписались на YouTube-канал и канал Telegram у меня, и на RoTube, потому что там начался захват интернета, а ты сказал не захват, а покорение, да? Да, ты, извини, ты начинаешь рассуждать военными терминами, захват, понимаешь, нападение. Нет, это самое настоящее покорение, ты должен просто покорить, как вершину Эверест. Мы не говорим захват вершины Эверест, мы говорим покорение вершины. Ты прав, ты прав, да, полностью согласен. Мы говорим покорение вершины, мы не собираемся никого захватывать, зачем? А знаешь, почему я захват написал? Потому что оно, мы же политикой не занимаемся, а люди все, когда пишут захват, там что-то, пожар, там, они быстрее реагируют. А захват банка, захват заложников, да? Но зачем ты в стресс водишь людей захватом своим? Скажи покорение, понимаешь, покорение вершины. Хорошо, покорение, они думают, это трудно, это долго, это надо тренироваться. Понятно, а захват это как бандиты? А захват это заложник захватит, да, да. Это манипуляция такая, но я-то имел в виду в хорошем смысле. Нет, я тебя понимаю, что ты в хорошем имел, но я провожу аналогии. Захват чего? Захват позиций противника. Одним неосторожным словом можно зарубить канал, да? Да, вот, понимаешь, у тебя сразу какой-то, а сейчас ты знаешь, политкорректность, когда за каждое слово под микроскопом рассматривают, нет ли в нем тройного четвертого дна, понимаешь, чем дело? Поэтому я напишу название этого нашего стола. Покорение интернета, это благородие, понимаешь, покорение. Покорение, захват интернета, да? А то подумают, ну это что-то, пророк начинает войну захватывать, ты чего? Ну я понял, я понял. Ты покорять пришел, понимаешь, вот, покорять умы, покорять сердца, понимаешь? Мы напишем, мы не захватываем интернет, а покоряем, да? Покоряем, ну, обожди, ну вот я опять еще скажу, сердце можно покорить, девушку можно покорить, правильно? Ты же не захватываешь, ты же не насильник. Отлично, спасибо тебе. Итак, покорение интернета. Все, друзья, подписывайтесь на телеграм, канал Метод Клюшко Саарива, обязательно подписывайтесь, такой шанс, потому что сейчас мы это и производим. Вы там увидите, вместе с Константином Михайловым, вместе с Александром Кроминым, вместе с Федором Макаровым, вместе с Рашидом Мудрецовым, мы сейчас покоряем, а не захватываем интернет, и вы увидите как. И стихами, и песнями, и произведениями живописи, самыми разными. Мы покоряем, а не захватываем интернет. Правильно я все сказал? Все правильно, только маленькую деталь хочу добавить, ты забыл добавить. Подкоряем ключами, Хасая, ключами, ключиками, понимаешь? Да, подбором ключа, да, правильно. О, как же без ключей, Хасай, ну ты прям... Мы покоряем интернет подбором ключа, так. Так, к самому интернету, вот ты к нему, ты уже добрался с своими ключами. Отлично, отлично. Возьмемся за руки, друзья, все вместе мы сила. Мы всегда летали во сне, во сне мы чувствовали опыт внутренней свободы. Первый опыт, который нам позволил уже будущими взрослыми отличать белое от черного, добро от зла и стремиться к свободе. Первый опыт свободы. Так это же есть нулевое состояние, состояние... Ой, Хасай, опять, опять. Ну, девочка, Хасая. Ну, назови это, как ты хочешь, и мы попросим всех написать комменты, как они думают назвать вот это состояние. Вот, давай попросим людей. Да, конечно. Попроси свою, всю армию, пускай подумают. Армия не говорит, потому что подумают, что мы политикой занимаемся. А, ну, извини, это как тебе сказать? Ну, у тебя армия поклонников, это можно сказать, армия поклонников. И поклонниц. А у тебя поклонница, да. Это ты сказал, это не я сказал, это ты сказал. Армия поклонников. Но мне больше это нравится, да. Мне тоже нравится. Пускай придумают название, понимаешь? Точка пророка. Хорошо, мне нравится. Белая ромашка. Следующий год будет годом белой ромашки. Мы сейчас покоряем интернет и сделаем конкурс на... Ой, ну, вы увидите. Вы там смотрите, в Телеграм запишитесь, канал Метод Крюшка Сайлиева и в Рутуб запишитесь, и в Ватсап запишитесь. Ну, в Ютуб и везде запишитесь на канал. У меня под роликом все ссылки. Запишитесь, пожалуйста. Потому что это тот шанс, который позволит вам лично не как не захватывать, а покорять любую вершину в любой деятельности. Это я вам обещаю. Хорошо. Будете как Рашид, если захотите 10 километров в день бегать, не уставая. Вот в чем дело. Или писать стихи, как захочется вам. Или новеллы писать. Или картины, как я делаю и то, и другое, и третье. Вот посмотрите сейчас там, что мы там делаем для этого. И приобщайтесь. Только вместе, и мы сила. Правильно, Рашид? Согласен, Хасай. Только почему ты следующий год ромашкой хочешь назвать? Давай лучше цветы жизни. Тогда мы поймем, что это женщины. Ты что, хочешь прекратить наш разговор о женщинах на следующий год? Конечно, хочу продолжить и развить, чтобы больше у нас было поклонниц и поклонников. Ну, для чего ромашка белая? Потому что это символ любви. Любит, не любит. Будет. Вот именно. Я даю шанс, что не любит. Нет. Любовь и все. Больше ничего другого. Только любит. Только любит. Хорошо. Договорились. Поэтому ты подаришь белую ромашку той даме, которая тебе напишет лучший коммент. А я ей... Договорились. Вернее, я пишу это произведение. Мы сделаем фотографию. Ты ей пошлешь фотографию. Ты подпишешь, да. Подпишем оба. Я подпишу. А ты пошлешь ей эту фотографию. Хорошо сделаешь. Договорились. Она закажет любой мастерской на этом холсте этого размера. И у нее будет дома висеть эта картина. Договорились. Хасай, еще раз повтори просьбу, чтобы люди подумали, как назвать вот это состояние, которое я пытаюсь назвать точкой Хасая или точкой Пророка. Пускай народ тоже подключится к этому и даст нам свое название. Да, друзья. Как ты считаешь? Состояние безмятежности. Состояние, где нет страха, где вы никуда не должны, никому не должны, никуда не спешите. Когда у вас уйма времени, свободное время. Да, вот это состояние, когда вы можете спокойно подумать о чем-то, которое вы можете получить с помощью подбора ключа в течение одной минуты. И вы получаете бесконечность, чтобы решить волнующий вас вопрос. До встречи. Вот у меня последнее название. Состояние Творца. О, ура, нашел, Рашид нашел. Я так на тебя рассчитывал, и ты себя оправдал. Как сказал мой шеф по диссертации, по антистрессу и подготовке, он сказал во время защиты, он сказал, вы показали себя с лучшей стороны. Спасибо. Я теперь себя поговорю и подлажу. Спасибо. Спасибо, Рашид. Ладно, удачи, успехов всем. Здоровья. Ждем ваших комментариев и входов на наши каналы. До встречи, друзья. Спасибо. До встречи. Так.